МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе Янта. Янта. Есть вкусно. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван. А еще со скидкой 40%. Друзья, вы знаете, в последнее время мне очень часто приходится признаваться в любви к итальянской кухне. Знаете, ну, мне кажется, просто итальянцы – это люди открытые, простые, ну, примерно такие же, как мы. И кухня у них очень похожа на нашу. Она тоже такая незатейливая. Она, можно сказать, фермерская. В ней очень много простых и натуральных продуктов. И с каждым разом, когда я занимаюсь итальянской кухней, я все больше в нее углубляюсь и понимаю, что паста и пицца – это вообще такая вершина айсберга, которая, ну, которая только-только вот такая корочка поверхности. Внутри очень много и очень много интересного. И мне кажется, что вторым, третьим, точнее, блюдом по популярности в Италии после спагетти, наверное, мне кажется, это не йоки. Так называется блюдо, которое делается из теста, картофеля. По-нашему можно назвать это клетки. Но у нас, как правило, клетки идут в качестве первого блюда, в супы. А вот в Италии это, дорогие друзья, второе, так назовем. Поэтому сегодня я предлагаю познакомиться с этим рецептом. Это картофельные ниоки под грибным соусом. Для них нам потребуется вот немножечко, вот столько вот буквально копченого мяска. Можно взять копченый бекон, не совсем жирный, конечно. Грибы-шампиньоны, одна помидорка, луковица, мука и отварной картофель, который я уже заблаговременно отварил. И теперь давайте приступим к приготовлению. Картофельные ниоки, по-нашему, картофельные клетки. Это картошка, мука и яйцо. Но некоторые еще добавляют туда каких-то таких вкусовых ингредиентов, чтобы они сами по себе были интересны и вкусны. Так вот, вовнутрь этих ниоков я буду добавлять обжаренное мясо с луком. Мне кажется, это будет очень вкусно. Я нарежу лучок. Лучок я нарежу такими вот кубиками. Половинку луковицы будет достаточно. И вот это вот копченое мясо, я его нарежу кубиками. Наливаем немножко на сковородочку оливкового масла и сразу же стремительно перекладываем лук и копченое мясо для обжарки. Вот это вот, мне кажется, будет лучшее такое вкусовое наполнение для картофеля. Вы тут со мной согласитесь, вы даже можете себе представить, как это вкусно пахнет, друзья, жареный лук с копченым мясом. Нужно что сделать? Просто, чтобы лучок стал прозрачным, а мясо активизировало свой аромат. Ну а если в случае с беконом, с копченым, то, конечно, лучше вытопить все лишнее сало, весь жир, чтобы бекон стал тоже прозрачным, как и лук. Вот, друзья, смотрите, вот до такой степени мы поджариваем копченое мясо и лучок. Берем картошку, я отварил заранее, она у меня еще тепленькая, и начинаем картофель давить вместе с мясом. Ниоки должны быть хорошо посолены, потому что без соли они такие, знаете, никакие, то есть с совершенно таким нейтральным каким-то вкусом, а все-таки ниоки это главное. И далее нам нужно ввести яйцо. Но яйцо, друзья, обязательно нужно вводить тогда, когда вот эта масса остынет, иначе оно свернется. Вводим яйцо, два яйца нам потребуется, и сейчас хорошо вмешиваем. Яйцо придает с одной стороны нежность, а с другой стороны связывает, схватывает при варке тесто. Я думаю, что все со мной согласятся, если я добавлю немножко молотого перца. Внимание, друзья, последний ингредиент для ньоков – это мука. Вот, видите, я вот такое достаточно большое количество добавляю, потому что тесто должно быть крутым. Кстати сказать, ньоки тоже имеют разновидности. Бывает, что добавляют в них не муку, а, допустим, манную крупу. Вот я думаю, что можно переходить уже к работе рукой. И сейчас, друзья, просто-напросто мукой регулируем крутость теста. Тесто должно получиться примерно как на пельмени. Вот уже можно переходить на стол. Конечно, тесто по консистенции чуть-чуть нежнее, чем пельменное, но все-таки с ним можно будет работать. А что мы будем делать? Мы будем раскатывать колбаской его и нарезать ньоки. Вот, друзья, у нас получилось такое вот тесто из картофеля, муки, обжаренного копченого мяса и лука. Нужно убрать его в холодильник. Оно должно полностью остыть, оно еще немножко загустеет. Мука начнет, естественно, растворяться. Поэтому у нас появляется немного времени. Мы сделаем небольшую рекламную паузу, а затем начнем готовить соус. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе Янта. Янта. Есть вкусно. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван. А еще со скидкой 40%. Друзья, это прекрасно, что вы остаетесь с нами. Я напоминаю, что у нас сегодня итальянская кухня и одно из самых популярных в Италии блюд – ньокки под грибным соусом. Мы уже сделали тесто для ньоков. Я поставил воду, чтобы их отварить. Здесь у меня закипела вода для того, чтобы очистить помидор от кожицы. И как это лучше всего делать? Смотрите, на помидорке вот здесь, с этой стороны, мы делаем крестообразный надрез. Неглубоко. Надеваем на вилочку и погружаем в кипящую воду. Погружаем приблизительно на минутку, ну или 60 секунд, не больше, чтобы помидор ни в коем случае не сварился. Стараемся, чтобы помидор равномерно прогрелся. В кипящей воде, видите, вот он начинает лопаться. И тут же помещаем его в холодную воду. То есть делаем такой контрастный душ. Пока помидор остывает, я быстренько нарежу грибы. Это у меня свежие шампиньоны. Грибы я не буду мелко нарезать. Очень здорово, когда попадаются крупные кусочки грибов. Скажу вам, что когда наступит осень и наступит пора белых грибов, боровиков, вот это будет вообще шикарно, конечно, если их использовать именно в это блюдо, потому что в оригинал этого рецепта, в оригинал, конечно же, идут белые грибы. Они более ароматные. Тут уж вы и без меня это прекрасно знаете. Ну и вот шампиньончики, кстати говоря, мне тоже попались такие душистые. Это не импортные никакие, насколько я знаю. Это в Саиногорске у нас делают очень хорошие грибы, выращивают. Половинка лука, она осталась у меня от обжарки мяска. Мелко нарубим. Ну и очистим помидорку. Вот она у нас после такого контрастного душа. Прекрасно снимается кожица. Наливаем оливковое масло на сковородочку. И начинаем с лука обжарку. Следите внимательно за тем, чтобы лучок не подгорел, чтобы просто он становился прозрачным. Таким образом мы вот это оливковое масло как бы насыщаем запахом лука, оно становится более ароматным и сохранит в себе этот аромат. Все самое лучшее, что может быть в луке. Вот, немножко обжарили и выкладываем грибы. Грибы надо довести почти до готовности. Они, конечно же, уменьшатся в размере и, главное, дадут лишнюю воду, которая в них содержится. И пока они у меня обжариваются, я продолжу работать с помидором. Я разрезаю помидор. На дольки. И вот, что я сделаю, друзья. Я вырежу вот эту вот мякоть с соком. Вот в это блюдо я все-таки рекомендую добавлять помидоры без семечек. Можно уже на этом этапе подсолить грибочки, чтобы они охотнее отдавали воду. Разумеется, хорошо бы добавить перчика черного. Еще я добавлю, наверное, самую итальянскую приправу, которая только может быть. Это сухой орегано. По-нашему просто душится. Вот, видите, грибочки быстренько становятся мягкими. И я дорежу разделанные помидоры. Тоже не очень мелко, вот такими вот кусочками. И перекладываем к грибам. Сразу перемешиваем. Вот, видите, они у нас подсушились. Самое время добавить жирные сливки. 200 грамм. Сейчас нам нужно хорошо грибочки с лучком и помидорчиком протушить в этих сливках. Сливки загустеют. И соус, собственно, будет готов. Можно убавить огонь. В половину. Вот, видите, моментально сливочки начинают густеть. И заняться уже тестом. Вот оно у нас немножко подостыло. Мы берем по чуть-чуть. Возьмем муки на подпыл, чтобы раскатать такие колбаски. По поводу калибра ньоков. Тут, друзья, смотрите сами, как любите. Как правило, это вот примерно вот такая толщина. Смотрите, что можно сделать. Мы выложим их на какую-то вот такую поверхность. Вот срезом вниз. Вот так обваляли. Ну и, значит, смотрите. Чтобы придать какую-то им декоративность, что ли, ну просто вилочкой вот так вот икрас. Придавим. И, собственно, вот так эти ньокки и выглядят в Италии. Я ставлю кастрюльку с кипятком. Кипяток должен быть максимальный. Вода должна бурлить, кипеть. Кипяток должен быть крутой. И отвариваем ньокки минутки 3-5. Вода бурлит, кипяток крут, невероятно. Подсолил. И начинаем выкладывать в нее кипяток. Что касается ингредиентов, друзья, мне кажется, в принципе, здесь все очень просто. Можно, конечно же, исключить копченое мясо. Это, наверное, самое дорогое, что есть. Хотя вот такой небольшой кусочек, это, в общем-то, недорого. Порядка 100 рублей. Все, друзья, ньокки погружены в кипящую воду. Нам нужно 3-5 минут, чтобы они сварились. Самое время прерваться на небольшую рекламу. Обязательно дождитесь моего возвращения. Я покажу, что мы будем делать дальше. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии. Труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. Янта. Янта. Есть вкусно. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван. А еще со скидкой 40%. Готовность ньок, друзья, определяется очень просто, как это, в общем-то, всегда и везде. Всплыли, значит, готовы. Вот они. Увеличились в размере. Я прекрасно понимаю, что очень многие сейчас подумали, господи, да он же ленивые вареники варит. Ну, друзья, возможно, это так и есть. Но это все-таки итальянское блюдо. И в случае с варениками мы бы сейчас просто сюда добавили майонеза или сметанки и уже начали бы кушать. А в случае с итальянскими ньоками мы еще кое-что сделаем. Возьму на мелкой терочке, натру сыр. Ну и что, друзья, да, мы будем их запекать. Я немножечко добавлю масла, смажу форму для запекания. Нужно стараться, чтобы все-таки ньоки были без воды. Что я еще сделаю? Я также ньоки немножко спрысну оливковым маслом, чтобы они там у меня не слиплись. И добавлю еще один последний и очень важный ингредиент. Это чеснок, друзья. Буквально вот пару зубчиков я пропущу через довилку. И вот таким образом перемешаю масло с чесноком и ньоки. Все. Масло, друзья, для того, чтобы они ни в коем случае у меня не слиплись. Теперь мы берем соус и выкладываем сверху. И в завершении, как это часто бывает в итальянской кухне, посыпаем тертым сыром. Типа пармезаном. Все, друзья, я надеюсь, ничего сложного. Убираем в духовку. Приблизительно на 20 минут температура высокая, 200 градусов. Через 20 минут достаем, и наши ньоки готовы. И вот, друзья, смотрите, что у меня получилось. Картофельные ньоки под грибным соусом, вот под такой прекрасной сырной корочкой. Ну, и вот сорок корочек-то вот какая аж хрустит. Друзья, из личного сейчас наблюдения хочу рекомендовать не держать долго в духовке, чтобы ньоки там не между собой не слипались, оставались вот такими вот рассыпчатыми. Так что не передерживайте, они, в принципе, готовы. И вот прекрасный, я считаю, обед или ужин в итальянском стиле у нас готов. Остается только вот маленький штрих, это пройтись перчиком. И, друзья, все. Если вы чего-то сегодня не запомнили сейчас, то сегодня вечером 19.00. Наша передача на канале «Россия-24» обязательно повторится. Также я приглашаю вас в нашу группу в «Одноклассниках». Набирайте «Муж на кухне», присоединяйтесь там, вы найдете все рецепты блюд из наших прошлых передач, а также мои какие-то кулинарные наблюдения. И наше с вами общение происходит именно там. Ну, а если вы хотите готовить непосредственно со мной или с другими поварами нашего города, то я приглашаю вас в кулинарную студию «Вилка». Приходите, вот здесь мы с вами будем готовить. Вот за этим столом мы будем снимать с вами пробу. Все расписания мастер-классов вы можете найти на сайте ВКонтакте, группа «Вилка» в Абакане. Приходите, заходите, там очень много интересного. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующей субботы. Пока. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван. А еще со скидкой 40%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова